всем привет друзья рад видеть вас на канале за best game и сегодня у нас в рамках рубрики ретроспектива игра царь в русской локализации известная как огнем и мечом игра это вышла в далеком девяносто девятом году из-под пера разработчиков студии хэймимонт мультимедиа я надеюсь что я правильно произнес название потому что не силен в английском языке да простят меня люди о которых я говорю но ребята эти известны многим по играм серии тропика особенно по 3 4 и 5 частям быть именно они разрабатывали эти части очень популярной франшизы и вообще по стратегиям в средневековом стиле который и относится огнем и мечом огнем и мечом это классическая ртс действие игры разворачивается в средневековье как я уже неоднократно об этом упомянула как вы можете видеть на своих экранах но средневековье здесь не простое а фэнтезийное с магией и всякой потусторонней нечистью для добычи игроку доступно 4 ресурса это еда золото дерево и камень ну тащим так классика жанра на выбор же предоставляют три нации мы можем играть за европейцев арабов либо же азиатов в целом и общем механики игры очень похожи на warcraft 2 или age of empires добываем ресурсы строим здание обучаем войска но и как итог уничтожаем противника классическая ртс тащим там но при этом разрабы добавили очень много интересных фич например боевые юниты в игре они имели систему накопления опыта которая постепенно позволяла улучшать характеристики вашего героя на или же взять такую интересную особенность как возможность подбирать предметы например рыцарь на поле сражения мог подобрать еду золото камень либо же дерево потом принести все это в ваш замок и аккуратненько выложить на землю работяга крестьянин уже подобрав земли отнес бы это все это на склад ресурсов на тот момент для 99 года это реально было в диковинку и в новинку но по добра подбирать в игре можно было не только ресурсы но и различные предметы которые улучшали характеристики вашего юнита это зелья щиты либо же книги заклинаний например подобрав книгу заклинаний тот же рыцарь становился магом и уже крушил врагов не просто своим мечом а громом либо же молнией также своего рода нововведения можно назвать и выбор пути развития своего королевства всего их разработчики предоставили четыре первый это путь славы который вы можете открыть построив гильдию воинов и изучив технологии которые откроются вам после строительства собственно этого здания все технологии здесь были направлены на ускорение набора боевого опыта и создание героев на герой от невероятно мощные боевые единицы которые геймер может создать после достижения определенного порога в шкале опыта вторым путем развития является путь магии открыть данный путь можно построив башню магов так можно исследовать различные заклинания и собственно обучить мага маги являются отличными боевыми единицами которые способны наносить просто огромнейший урон военным юнитам соперника ну и плюс маги умеют призывать магических существ которые естественно очень сильно помогают в битве третьим путем развития является религия он открывается строительством особого здания которое уникально у каждой расы у европейцев это собор у азиатов это монастырь шаолинь а у арабов великая мечеть после постройки религиозного здания геймер может обучать священников которые способны лечить и благословлять войска тем самым повышая их боеспособность и плюс к этому священники очень эффективно уничтожают магов и магических веществ веще существ простите пацаны но и это еще не все на также собор позволяет объявить крестовый поход но я думаю все знают что такое крестовый поход а крестовый поход это энное количество рыцарей с отличными показателями боевых характеристик ну защита и атака и ими можно было натворить ну прям очень 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 много всяческих гнилых и гадких дел для соперника ну и наконец четвертый путь развития это путь торговли открыть его можно постройка гильдии торговцев это здание откроет вам доступ к торговле ресурсами увеличит предел количество юнитов а для расы европейцев при строительстве гильдии торговцев еще и становится доступен галеон это самый мощный вместительный боевой корабль в игре огнем и мечом также интересным фактом является и то что вы можете построить все эти здания одновременно никто как бы не запрещает и никаких стопов вам не ставят но на здание эти очень дорогие в постройке и технологии которые вы изучаете в этом здании они также стоят очень дорого поэтому как правило если ресурсов на если ну если вы выбрали карту с ограниченным количеством ресурсов вам скорее всего будет доступен лишь один путь развития 2 ну вы просто-напросто не потяните но еще раз повторюсь здесь разработчики молодцы и они ни в коем случае вам не запрещают строить сразу все четыре здания и идти сразу по всем четырем путям развития это на самом деле прям ну безумно круто но это лично мое мнение им хо я познакомился с этой игрой примерно в 2001 году спустя год после выхода и и локализованной версии локализованная вышла в двухтысячном я напомню кто не знал на тот момент своего компа у меня к сожалению не было я ходил играть в гости к двоюродному брату и вот однажды одноклассник не подогнал диск с данной игрой до этого стратегий я видел наверное пару штук буквально это был warcraft 2 на школьном компе и sim city 2000 там на каком-то стареньком 386 или 486 у мамы на работе ну естественно вы можете можете себе представить тот афиг в который я попал когда я запустил огнем и мечом для меня эта игра просто стала лучшей в мире стоит отметить что я вообще обожаю стратегии в средневековом сеттинге и вот эта любовь она началась именно с игры огнем и мечом мне нравилось здесь вот абсолютно все механики графика музыкальное сопровождение возможность выбора ландшафта на случайной карте возможность выбора окружения лето зима там пустыня на разработчики действительно здесь постарались и привнесли в классическую ртс различные фичи которые добавляли в игру разнообразие и вот лично меня совершенно не интересовала компания в этой игре к тому же компанию здесь ну просто блин беспощадно запороли локализаторы 1с почему-то вдруг решили что они очень умные ребята и к тому же умеют шутить и решили сделать здесь свою версию перевода так сказать и в общем-то свою версию компании да ребят здесь компания в оригинальном там английском языке отличается вернее диалоги в компании в оригинальном английском языке разительно отличаются от русской локализации ну как бы блин пацаны из 1с вы конечно без обид но у вас реально с чувством юмора еще хуже чем у меня и поэтому вам не следовало этого делать почему нельзя было просто ну сделать прямой перевод естественно литературный оригинальной версии игры ну короче говоря сделали какую-то глупость я пытался здесь начать компанию но во первых мне было не очень интересно во вторых вот эти вот диалоги в виде там я не знаю блин а петросянов sky смеха панорама они прям вот все очень и очень сильно портили так вот и компания меня совершенно не интересовала в этой игре я просто настраивал свою игру против там пяти шести компов и создавал средневековое поселение своей мечты при этом там отбивая естественно бесконечные атаки врагов которые мешали развитию моего города на я залипал в огнем в огнем и мечом просто часами отыгрывая там не знаю за какого-нибудь лучника или мечника либо же просто нанятого в таверне героя а там такая возможность тоже присутствует ребят вы в таверне можете нанимать героев если вы идете по пути развития славы то есть через гильдию воинов я играл в эту игру и позже когда у меня уже появился свой комп и когда у меня появился второй по счету комп и третий и четвертый вот эта игра она сопровождала меня на протяжении всех-всех-всех лет моей сознательной жизни она всегда была у меня установлена на компе всегда и даже на ноутбуке которые я там носил с собой у меня всегда имелась эта игра чтобы в любую свободную минуту там в любую свободную пяти минуточку когда я могу немножко выдохнуть там на работе или на учебе я мог запустить и покатать вот в огнем и мечом ну почему-то она меня там блин безумно вот как-то успокаивала и тянула в общем-то к себе ну и естественно я думаю излишне будет говорить что игра огневым мечом она до сих пор находится в моей библиотеке игр в моей библиотеке любимых игр и я до сих пор там ну бывают такие вечера когда знаете приходишь с работы уставший хочется во что-нибудь погамать там и просто за блин запускаешь огневым мечом там против трех четырех компов чтобы сильно не напрягаться и ну блин просто кайфуешь серьезно ребят мне уже очень много лет но я по-прежнему люблю вот запустить эту игру и построить свое прекрасное средневековое поселение для того чтобы позже разбить там всех врагов и недругов на карте поэтому пацаны я всем рекомендую прикоснуться к этой классики я считаю что эта игра ну она не хайповая и и реально ним очень немногие знают если мы говорим о бейдж of empires там да безусловно ее знает абсолютно там каждый человек на этой земле и и знает каждый там дед пердед моих годов да потому что это наше детство мы в это и выиграли то вот огнем и мечом она все-таки менее известно ну опять же я наверное сужу по странам снг потому что в российской федерации да в российской федерации безусловно ее знает очень большое количество людей но вот я из а из одной из стран бывшего советского союза и там она у нас была не самой известной игрой не самой известной стратегией поэтому пацаны обязательно современное поколение как я люблю говорить обязательно запустите прикоснитесь классики к тому же сейчас там есть различные моды для того чтобы сделать запустить эту игру в hd есть русификаторы вполне неплохие которые и русифицируют и более того ребят к этой игре было выпущено 4 dlc 4 они правда вышли на испанском языке но вроде бы в интернетах русификаторы тоже имеются но так как я не очень как бы люблю компанию а dlc все-таки прежде всего направлено на то чтобы разнообразить так сказать геймплей в компании в геймплей при прохождении то ну естественно меня эти dlc не очень интересуют ну а вы возможно они заинтересуют вас обязательно прикоснитесь к классике обязательно попробуйте погамайте ну а старым дедам пердедам я даже думаю говорить ничего не нужно кто знает эту игру тут я уверен до сих пор в нее катает ну а кто как бы не знает и запустят по любому вот ребят в общем то все вот такая сегодня у нас ретроспектива была уже вторая серия из этого цикла я думаю что мы продолжим продолжим заниматься вот таким вот вот такими вот воспоминаниями старых каких-то игр очень таких ламповых да потому что достаточно теплые отклики я видел я читал ваши комментарии мы с вами обсуждали те или иные моменты это на самом деле здорово все ребят спасибо вам огромное что были со мной не забывайте подписаться на канал поставить лайк дизлайк зависимости от того понравилось вам это видео или нет естественно истории о ваших играх детства я жду в комментариях под этим видео обязательно обсудим вам же еще раз огромная благодарность всем удачи здоровья пока а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok